я вижу все эти дешевые внутренности это капец это капли изнутри то у этой вот здесь и четко да прям классно прям так и должно быть всем привет друзья ну что настало время поделиться своими впечатлениями от эксплуатации автомобиля марки тесла арендовал я полтора месяца за это время у меня было три разных автомобиля разных цветов серый красный белый у всех были разные болячки но о них мы поговорим позже давайте начнем с плюсов к их здесь немного и поэтому мы быстро их пройдем и уже поплотнее поговорим о минусах о которых мало кто говорит автомобиль тесла модуль 3 все что я сегодня буду говорить про эти автомобили точно так же касается и автомобили тесла модуль вай отличаются не только тем что вот она стоит вайка модуль вай она просто с увеличенным кузовом больше места внутри и соответственно стоит дороже точно такой же салон внутри все точно также ну что из плюсов я могу вам сказать ребята отличная управляемость за счет того что батарейка внизу в полу центр тяжести низкая жесткая ходовка жесткие стойки рулится обалденно разгон это не performance кстати это стандартная самая стандартная машина со 260 миль запас хода время разгона 5 секунд но даже этих 5 секунд у перформанса 3 здесь 5 но 5 секунд поверьте мне вам вполне достаточно если вы не стритрейсеры не ставите время на 400 метров вам вполне достаточно пяти секунд этот это тоже доставляет удовольствие из плюсов также здесь это большой вместительный багажник он действительно для такой небольшой машины машина реально небольшая вместительный здесь есть еще рундучок запаски нету вместо нее вот такой отсек открывается закрывается с кнопки открывается изнутри с планшета закрывается с кнопки так как у нас нету с вами мотора в этой машине то у нас есть спереди небольшой такой еще багажничек куда можно затем какие-то покупки небольшой чемоданчик сюда залезет открывается закрывается уже вручную ну для меня основные плюсы этого автомобиля на этом заканчивается но кроме того что если у вас конечно же есть свой дом там стоят солнечные батареи вы можете ее бесплатно заряжать или где-то у вас станция зарядная стоит бесплатная есть такие destination станции которые бесплатные ну у них сила тока совсем слабая 25 киловатт они по-моему идут и очень долго очень долго заряжают машину так что если у вас рядом бесплатная есть то можно на ночь поставить и утром поехать скажем так на халяву ну что давайте перейдем салон и первое что неудобно из минусов это вот эти ручки на самом деле мало кто знает как пользоваться надо большим пальцем нажимать рукой открываешь что очень неудобно если у тебя в руках пакеты сумки обычную машину ты подошел хоть мизинцем открыл тебя ключ кармане сенсор сработал ты открыл мизинцем все у тебя с пакетами можешь спокойно открывать здесь нет чтобы дверь открыть у тебя должна быть рука свободная и здесь никаких там ключей в кармане не прокатит потому что ключ карточка она прикладывается сюда машина разблокируется и только потом ты можешь здесь это можно делать с телефоном телефон точно также прикладывается только потом ты открываешь что я считаю минусом салон салон у нас ребята это не кожа это не кожа это кожзам и сидеть на нем некомфортно сидушки неудобные как по мне сидушки неудобные дермантиновые спина очень начинает быстро преть если ты в тонкой одежде там футболки в рубашке у тебя здесь очень быстро становится мокрым здесь мягкий пластик это типа алькантара но я на самом деле не уверен что это сто процентов алькантара здесь жесткий пластик я отодвинул сидушку кстати вперед салон не сказать чтобы просторный потому что если я сажусь как мне удобно сидушка вот так и я сзади просто люди людям сесть некомфортно упираются коленками я короче комфортно сам за собой сесть не могу мало места ребята ребята реально мало места он ребята предельно дешевый здесь у нас два беспроводных зарядки руль обтянут кожи кожа не перфорированная ну и к вопросу в кожа ли это я тоже не знаю но возможно кожа спорить не буду управляется полностью все идет у нас из монитора здесь у нас переключается только на драйв дворники переключатели указателя поворотов здесь звук это дистанцию выставлять на автопилоте все остальное включая руль и зеркала управляется из планшета это очень неудобно ты едешь на ходу тебе надо нажать на машинку потом сюда в контроль заходишь здесь то выбираешь настроить тебе руль или допустим зеркала это реально очень удобно это очень отвлекает от дороги то же самое с климат-контролем климат-контроль еще на ходу как-то можно до отрегулировать не отвлекаясь там покрутить и так одним этом боковым зрением глянуть то чтобы настроить поток воздуха силу то надо уже заходить опять в меню здесь только настраивать очень неудобно а кстати воздуховода тоже настраиваться здесь это ребята тоже минус я считаю это тоже все делать на ходу очень некомфортно неудобно отвлекает этот планшет так называемый монитор очень полюбит ваши пальчики и на память будет оставлять каждый отпечаток вот я прикоснулся все отпечаток остался а к вечеру если вы его плотно юзайте у вас весь монитор в отпечатках карта карта о очень слабо очень медленно прогружается детализация тоже у нее такая себе если честно ну кстати на удивление сегодня прям быстро грузится бывает прям висит висит никакого apple google авто здесь нет только своя программа своя карта ничего ты использовать не можешь поэтому все tesla воды пользуются телефоном в качестве навигатора ну или этим но тут навигатор ужасно ужасно честно не понравился я полтора месяца ездил по сан-франциску водит как попало не ну я пользовался телефоном ну так ради теста я забивал время от времени сюда адреса нет не стал бояю за из программах что у нас здесь есть особо ничего нету там пару игрушек карты какие-то youtube youtube вот это все ты можешь пользоваться только когда ты припаркован это для того чтобы это для того чтобы занять время пока вы заряжаетесь пока проводите время на зарядках а там вы будете время проводить очень и очень много поверьте мне это еще один минус которыми расскажу чуть позже когда мы закончим с вами с салоном пластик с монитором все ну тут реально тут особо делать нечего тут есть типа камин но это такие ну камин карты там санки олени это такие вставки которые чтобы хоть как-то вас чем-то развлечь так давайте дальше дальше по салону тут особо смотреть нечего честно ящик рундучок такой но он большой да такой вместительный два подстаканника два подстаканника без зажимов ну вы поняли да такие зажимчики чтобы у вас по стакане как стакана не болтались и здесь кстати только здесь я нашел прикуриватель я искал куда мне воткнуть зарядку здесь нигде ничего нету беспроводной пользоваться неудобно потому что ты туда вниз смотреть не будешь на навигатор ну будешь но это неудобно тебе надо чтоб телефон тебя был перед глазами они где-то внизу а для этого надо вот его сюда вешать тянуть зарядку тянешь ее отсюда зажимаешь провод подлокотником это тоже неудобно здесь ничего нигде нету вообще нету здесь вообще всего по минимуму ребята для пассажиров нигде нету ручек понимаете сэкономили нету ручек здесь и только лампочка аварийка две лампочки и аварийка все больше ничего нету я не говорю там клана кнопка сос как там lexus mercedes да здесь даже под очки нету чтобы казалось бы очень дешевых там типа corolla или prius есть а здесь нету понимаете сэкономлено насколько на всем ну вот вот посмотрите насколько дешево все сделано машине полгода машина и вот эта машина она марта месяца и но полгода посмотрите но это что такое все максимально дешево так чтобы вы понимали про качество сборки он смотрите зазор какой это завода на так собран а сейчас здесь здесь по-другому и я даже по цвету отличается видите передняя задняя по цвету отличается сзади тоже нету ручек крыша стеклянная про эту стеклянную крышу вообще отдельный разговор мы когда получили первую теслу в аренду вот сижу смотрю везде стыдя но это капец очень очень плохое качество сборки просто ужасно получили первую теслу на улице было 40 градусов запас хода показывал 160 миль мы с татьяной проехали 60 миль и внимание у нас кончился заряд нам надо было ехать на станцию заряжаться отсюда шло такое пекло что можно было яичницу жарить она работала на максимум и не справлялась с крышей понимаете не справлялась у нее 100 миль и 160 запаса ушло на охлаждение батареи салона а каких там можно 260 из 260 кстати есть официальные данную неофициально какая-то компания независимая проводила тесты какой электромобиль сколько проезжает на самом деле вот это вы были самые худшие показатели в лучшем в лучшем в идеальном случае она проезжает 79 процентов от заявленного это в идеальных условиях но мы живем с вами не в идеальных условиях мы живем в городских условиях там за городом но у тебя то жарко то жарко то холодно про разное время года разные ты едешь у тебя разные ландшафты тут это ты вниз спускаешься то вверх поднимаешься ты не живешь в идеальных условиях по своему опыту эксплуатации могу сказать что запас хода реально прям ну вот если ты будешь прям прям вытягивать прям включишь всякие дедовские блин уровни вождения и прям будешь прям тошнить тошнить на дороге в идеальном случае у тебя сера на процентов 20 действительно уходят теряется вот хоть как ни крути а вот с такой крышей теряется намного больше сейчас на улице 76 по фаренге это это порядка 25 градусов и поверьте мне крыша блин она реально горячая она горячая и ты ничем закрыть ее не можешь нет нету никаких шторок ничего на амазоне продается типа тесла воды там какие-то себе покупают что отражает закрывает крышу специальные вкладыши но камон сэкономили на всем просто просто на всем сэкономили и у тебя производитель думает что у тебя должна лысина поджариваться здесь кстати и зеркальце с подсветочкой плюсик посмотрите очень очень дешево все это сделал очень дешево невероятно дешево так что с пробегами с пробегами это просто беда мы поехали в город ну и кстати там столкнулись сейчас в горы с татьяны мы поехали в город и кстати там столкнулись с еще одной проблемой мы сразу же поехали в горы отсутствие шумоизоляции у нас 80 к идет в горы такой знаете асфальт с крупным гравием и он такой подзатерт что он хороший нормальный без дырок но он шумный очень шумно через 15 минут раз гаду татьяна разболелась голова более того мы заправились сто процентов в сакраменто мы проехали сто миль в горы и у нас кончился заряд у нас оставалось по моему 10 или 15 процентов я доехал до суперчарджа здесь нажимаешь кнопочку он тебе показывает суперчарджер в твоем районе да я доехал до суперчарджа мы еще 30 минут стояли заряжались чтобы нам проехать назад в сакраменто это вот вопросу расходе представляете заправиться 260 миль а чтобы заправиться на 260 миль я вам покажу ну как заявленных 260 миль я покажу сколько это стоит вот пожалуйста смотрите если ты ездишь днем ты платишь 0 58 за киловатта отсвечивает есть такие заправки чарж станция называть их так у которых вообще нету день-ночь мне круглосуточно одна цена какие-то вот с разными ценами цены разные но и поверьте мне днем очень дорого очень дорого ты проезжаешь 100 миль заправляешься на полный бак вот допустим днем зарядиться это где-то 20-24 доллара на 260 миль ну скажем так бак полную батарею ты проезжаешь 100 миль в горы и тебе еще опять стоять полчаса заряжаться чтобы назад в сакраменто спуститься более того ребята проблем у них у всех очень много вот допустим у этой перегорел левый ходовой огонь он не горит не работает машине полгода не работает ходовой огонь качество сборки ужасное постоянно где-то что-то вылазит вот предыдущий тесту у меня постоянно терялся ключ кроме того что тебе надо здесь ключом разблокировать машину тебе чтобы ее чтобы она поехала переключилась в режим драйв надо ключ положить сюда и машина его должна ну прочитать распознать и только потом переключится так вот красная машинка она постоянно теряла этот ключ он внутри все она может его увидеть поехать потом ты уходишь приходишь здесь разблокируешь нормально садишься там не читает там что-то видать с приемником с этим не читает все не видит тебе надо отойти на несколько метров на 35 метров потом назад вернуться и опять положить его туда и тогда она его увидит все бы ничего но у тебя бывает иногда люди в салоне и они не в понятках вообще что происходит чувак выбегает от машины отходит до 3 на 5 метров а то возвращается и едут они сидят глазами хлопают у этой машины также как и у предыдущей проблемы с сонарами которые здесь стоят в круг он видит препятствие когда ты уже проехал и только потом начинает орать передние сценарии регулярно машина там метр полтора еще остается допереди стоящие машины на стафоре они видят что ты уже плотником уперся при том это на двух последних машинах было вот одна беда начинает орать в салоне что-то близко стоишь ну там это можно звук конечно отключить но тем не менее последних двух тесл было у предыдущей были другие проблемы ну ну не такие короче я помыл машину вытираю тряпкой порог облокачиваюсь рукой сюда я вижу все эти дешевые внутренности это капец насчет пластика реально ты можешь не скрывая сидушку посмотреть из чего она сделано внутри очень качественная сборка понять ничего не могу думаю странно я же вроде вытер машину помыл машину а это капли изнутри видите капельки изнутри офигеть я только сейчас заметил когда машину на мой тему качество сборки до попробуем открыть резинку не доставили а тут вообще все ходу на уходит капец просто капец машина новая она буквально лето этого года капец аж ветер гуляет капец аж ветер гуляет капец аж ветер гуляет не пойму откуда при том у всех машин от разных стекол вернее ну я имею ввиду с разных дверей в одной отсюда аж свистела здесь отсюда такое ощущение что окно не закрыто на самом деле окно закрыто и понимаете у каждой какие-то проблемы очень проблемная машина очень проблемная машина постоянно какие-то вылазят косики кстати зеркалам пойдемте расскажу про зеркала очень маленькие в них обзор в них обзора практически нет то вот она запиликала то что я нажал на тормоз очень плохой обзор но тот плюс что ты когда включаешь поворотник вот я включил поворотник у тебя загорается камера да ну в смысле начинает показывать камера но дело в том что когда ты еще туда и сюда это нормально смотришь да сравниваешь но когда ты поворачиваешь голову влево а ты при этом еще прямо едешь да ты поворачиваешь голову влево а потом сюда потом опять сюда и вот 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 это это зачем я считаю что да это классно что вы сделали камеру но она должна быть как минимум здесь чтобы тебе сразу это все видеть и 2 там там должен быть монитор нет монитор один и все здесь и это и это ребята тоже неудобно кстати 360 обзора нет есть только давайте переключу назад есть только вот назад о право о видели скорость огонь да чтобы понимали за мной ничего нету я вот даже сейчас специально а нет пальма есть но она далеко вот он вот наверное вот эту пальму он видит как 24 инча но говорю проблема да скорость конечно бешеная у него думает и работает очень быстро а сейчас вообще пропал ну ну наверно потому что тормоз отжал в общем в общем ребятка как то так вот это пластик это все пластик это мягенькая вот это мягенькая а так это все пластик это такой прям дешевый пластик мы когда в горы поехали по этой дороге асфальтируем с крупным гравием она как тут как сверчки завизжали со всех сторон у меня жена сидит так а это чё такое я говорю это вот это это тесла это тесла это вот та самая хваленая тесла ты как будто в каких-то жигулях едешь внутри от этих от этих сверчков вот этого дешевого пластика более того мне чтобы съездить на этой машине в сан-франциско туда-обратно мне надо ее зарядить приехать сан-франциско еще раз ее там зарядить и приехать назад на это у меня уходит порядка 40 долларов понимаете чтобы вы понимали я молчу про приус наш старый на лексусе на лексусе уходит у меня тоже самое 50 долларов так там масса по три тонны в 8 4 6 объем и полный привод и там 50 а здесь электричка 40 это потому что надо заправляться на суперчарджерах ну кому какая-то экономия новые суперчарджеры 250 киловатт должна по идее заправлять а шуба заворачивается это эль-чирито начал я машину подготавливать где-то еще по дороге из сан-франциско к окланду в общем заранее подъехал сюда оставалось у меня 90 миль зарядки и чтобы зарядить остальное 40 минут 38 процентов с 38 до 100 40 минут все бы ничего все эти вылазящие к сети можно было бы и закрыть глаза если бы машина стоила 30 ну максимум в базарный день красная цена 35 тысяч но внимание вот это самая дешевая самая дешевая комплектация кстати ты из комплектации можешь только цвет салона выбрать и литье а и запас хода дальше ближе два мотора все больше ты ничего выбрать не можешь там не сидушки ничего я имею ввиду кожа рожа перфорация так вот вот это самая дешевая тройка самая дешевая комплектация стоит 50 тысяч долларов чтоб вы понимали модуль вон то самая дешевая самая стандартная стоит шестьдесят семь с половиной разница между ними только с кузов все салон абсолютно одинаковый но кому по моему это перебор машина не стоит этих денег я вам больше покажу смотрите у них у всех разные проблемы у них у всех разные стыки здесь все нормально да везде все нормально у меня была машина здесь нормально а там выпирает сейчас здесь покажу зато у этой вот здесь и четко да прям классно прям так и должно быть а чтобы вы понимали за 50 тысяч ну я сейчас на экране покажу что можно купить за 50 тысяч если ты хочешь белый салон плюс тысяча долларов если ты хочешь поменять цвет любой цвет там допустим красный плюс две тысячи хочешь поменять литью плюс две тысячи и в итоге тебе машина уже встает 60 тысяч они там накруточки делают лихо допустим тоже тесла модуль вай если ты хочешь там салончик поменять литье цвет машину тебя уже я бы я пробовал это все на сайте дел потому что предопровался на теслу прежде чем случайно купить лексус абсолютно случайно и я очень рад что я не купил теслу выходит уже 75 понимаете светом с белым салончиком трудая тесла модуль вай там можно поставить теоретически третий ряд сидений но поверьте там даже детям будет тесно на этом третьем виду там ну реально не стоит она того а за третий ряд тесла берет 3000 долларов и и все это без автопилота ребята без автопилота за автопилот вот сейчас внимание за автопилот надо доплатить 15 тысяч долларов вот это на старте стоит 67 с половиной на минималках так скажем наш лексус на максималка холл инклюзив там все там все что можно было туда воткнули стоил 68 тысяч вот эту если поменять цвет кузова литье и салон будет стоить 60000 60000 это лексус rx 450 гибридный лонг с увеличенным задним задней половиной автомобиля в максималке с камерами 360 кожа перфорация подогрев вентиляция все там присутствует абсолютно все шумоизоляция музыка марта левинсон 15 динамиков круг это 60 и здесь абсолютно голая машина вообще просто с дешевым пластиком с кожзамовскими сидушками вот это что такое за 60000 камон именно поэтому друзья я считаю что тесла 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 за такие деньги а на нее стоит очередь полгода вперед реклама двигатель торговли тесла за такие деньги это самая крупная автомобильная афера ну как минимум первой четверти двадцать первого века я пока на улице стоял внутри кондюшен не работал вот снимал тут несколько минут крыша нагрелась так что капец внутри духота тут конечно можно включить теоретически что ты уходишь климат продолжает работать ну соответственно батарейку садит но вот это вообще минусяка вообще жирно минусяка ты покупаешь машину за 60000 у тебя нет ничего даже шторок под этой стеклянной крышей у тебя нет кнопок а знаете почему нет кнопок знаете почему нет ручек знаете почему все здесь только в мониторе а потому что это стоит денег это стоит денег именно поэтому я считаю что за эти деньги это развод это скажем так на дурилова потому что каждая кнопочка каждый проводок стоит денег они просто воткнули монитор и все и все через монитор вот сиди там управляй как то так Татьяна приехала меня забирать надо Тесла возвращать паркуется пока ну что ребята мой вердикт пока такой хотите экономить и нет у вас солнечных батарей своего дома где вы могли бы заряжать эту машину бесплатно по моему выбор очевиден заряжаться на супер чарджерах дорого и долго это реально дорого мой вердикт такой на сегодняшний момент если вы хотите экономить на передвижение гибриды рулят заехал на гибридной машине на любую заправку пять минут и уехал ну что ж друзья не знаю буду ли я еще брать Теслу для работы посмотрим я решил что не особо оно и выгодно стоит она в аренду дороже да и покупать ее реально стоит дороже ту же ту же Camry гибридную можно на старте взять за тридцать тысяч в два раза дешевле чем Теслу и ездить за те же деньги если вы заправляетесь на супер чарджерах ну зато заехал на любую заправку пять минут и ты уехал с полным баком тебе не надо час сидеть надеюсь вам было интересно для меня же выбор очевиден брать это за 60 или Model Y за 75 на минималках или Lexus за 68 с половиной у нас стоил в максимальной комплектации на моем ну и в